Добрый вечер дорогие товарищи, мы продолжаем занятия в Красном университете. Ну, насколько я понимаю, занятия по диалектике были, по научному социализму также прошли. И сейчас мы приступаем к циклу, нет, это громко сказано, цикл у нас будет состоять из двух занятий в этом семестре, лекция и семинар на следующей неделе, и два занятия после Нового года. Тоже будет лекция и семинар, посвященных экономической теории марксизма. Начну я с известных вещей, но как бы водное вступительное слово. То есть марксизм – это единое цельное учение, но оно состоит из трех составных частей. Если воспользоваться понятиями диалектики, то тремя моментами. Это диалектика, экономическая теория или политическая экономия, есть еще такой термин понятия, политическая экономия. И научный социализм. Я думаю, сейчас мы в Красном университете исправляем ту большую ошибку, то искажение, которое было допущено еще десятилетий назад, когда единое цельное учение разделили на три части. Я вспоминаю тот период, когда я работал преподавателем в городе Новгороде. Работал на кафедре политической экономии. А напротив была кафедра философии. А чуть дальше была кафедра научного коммунизма. А еще дальше была четвертая кафедра научного атеизма. И все мы варились в собственном соку. Если проводили бы конференцию, посвященную политэкономическим проблемам, то приглашали своих коллег политэкономов в других вузах. А вот наши товарищи, коллеги с философией, они были сами по себе, и с научного коммунизма. То же самое они. Ну понятно, как вот если мы цельное единое учение раздробим на части. Ну в принципе можно изучать человека, если из него выдрать, я знаю, за грубое слово, скажем, здесь положить нервную систему, здесь кровеносную систему, здесь ее что-то, наверное, что-то можно полезное выводить. Но понять человека как живой организм, конечно, нельзя. Так что Красный университет на сегодняшний день, наверное, единственное место в России, где вот данная попытка изложить и обсудить марксизм-ленизм как единое цельное учение. Значит, я сегодня направил по электронной почте проректору Красного университета Валерию Александровичу Мордовину список вопросов к занятиям и список рекомендованной литературы. Список вопросов я несколько переработал, дополнил. Их будет 11. Нужно будет вам ответить на 3. Ну, 3 вы уже знаете. Желательно по возможности сделать это к следующему занятию, чтобы мы могли посмотреть и обсудить ваши ответы и вообще все те проблемы, которые будут подняты. Список литературы включает 8 наименований. Ну, на вопрос назовите, пожалуйста, основное произведение марксизма-ленинизма, наверное, вы ответите. Какое произведение? Капитал Маркса. Совершенно верно, Капитал Маркса. Я вам не приносил, не показывал его. Ну, вот я принес. Вот это первый том Капитала. Видите, он немножко так, конечно, подклеен. Какое? Это издание, как раз я по нему изучал Капитала в университете 1973 года. То есть, есть собрание сочинений Маркса и Энгельса. Там 23, 24, 25 тома. Всего Капитал состоит из трех томов. Первый том, вот он такой толстый, большой, том первый. Затем второй том, он чуть-чуть потоньше. И третий том, он из двух книг. Из двух книг, потому что, значит, его нужно было, наверное, поднимать и читать, листать. Вот, я думаю, старые книги можно найти. Это издание, чем оно хорошо? Страницы совпадают со страницами собрания сочинений Маркса и Энгельса. Так что желательно к следующему занятию вам прочитать, ну, что, понятное дело, Капитал Маркса, третий томовый, ну, хотя бы первый том. И те большие, скажем, большой список литературы, с которым вы ознакомитесь. Вот есть такая фундаментальная работа, посвященная, наверное, политэкономии социализма, коммунистического способа производства, социальная экономия труда. Это один из выдающихся ученых марксистов, доктор философских наук, доктор экономических наук, Василий Яковлевич Елемеев. Мне удалось с ним, у него учиться, с ним потом вместе сотрудничать, с изделением его уже живых минут. Ну, вот в этой работе, фундаментальный труд, чувствуете, да? Вот изложены, естественно, облагающие моменты коммунистического способа производства. Ну, если будет тяжело вам к следующему занятию, то я настоятельно рекомендую вот такую небольшую работу, три источника и три составных части марксизма. Написал ее Владимир Ильич Ленин. Она размещена в 23-м, если не ошибаюсь, доме полного собрания сочинений Ленина. Ну, вот есть такие отдельные книжки. Я же думал, что в любом случае, эту работу замечательную любой из вас может прочитать. Итак, давайте начинать. Что является предметом изучения экономической теории или политической экономии? В широком смысле... В смысле или в узком? Ну, это в узком смысле слова. Капитализм. Ну, да, это уже, если использовать детскую игру, знаете, прячут предмет, задают вопросы, где? Товарищ ищет. Если подходит близость, то тепло, потом горячо. Совершенно правильно. Способ организации хозяйства. Способ производства. Коммунические отношения. Коммунические отношения. Способ. Твальный способ организации хозяйства. Ну, давайте мы начнем с того, что вы знаете. Вот основные, так сказать, понятия, такие снополагающие фундаментальные понятия исторического материализма. Это понятие общественно-экономической формации. То есть, все человечество проходит, так сказать, развитие, и уже прошло. Несколько общественно-экономических формаций. Ну, первое, первое, будет на общинный строй, затем рабовладельческое, затем феодализм, затем капитализм, который пришел на смену феодализму, и за ним идет коммунистическая, общественно-экономическая формация. Есть понятие общественно-экономической формации. Это что такое? Это единство базиса надстройки. Ну базис уже даже по названию можно догадаться, такое фундаментальное, снополагающее понятие. Базис на чём что-то основывается, стоит. Базис. На нём политический, идеологический и прочая надстройка. Понятно, что вы, как уже знакомый с диалектом, должны знать, что всё находится в единстве, в противоречивом, всё взаимосвязано. Но в любом случае, первоначальный, первый шаг – это базис. А базис – это что такое? Экономика. Экономика совершенно не будет. Базис – это господствующий способ производства и соответствующему производственные отношения. То есть они базисные, фундаментальные, те отношения, которые определяют политическую, идеологическую и прочие отношения в сфере надстройки. И вот эти производственные отношения, те отношения, которые возникают между людьми в процессе производства материального блага, они называются производственные отношения. Ну и понятное дело, что любой общественно-экономической формации, если есть свои соответствующие производственные отношения, если сейчас у нас в стране капитализм, капиталистическая общественная формация, то ему соответствуют капиталистический способ производства и капиталистические производственные отношения. Так вот, предмет исследования капитала Марса – это капиталистический способ производства и соответствующие ему производственные отношения. Вот это первое такое замечание. Второе – метод исследования. Я думаю, все ответите. То есть, производственные отношения – это отношения между людьми. Их можно при помощи каких-то химических реактивов вывести? Нельзя. Под микрофон можно посмотреть? Тоже нельзя. Ну, так сказать, сила, аттракция, научные мысли. Ну, а метод – это всеобщий метод. Метод диалектика. Ну, а метод что такое? Вы, наверное, уже знаете. Это осознание формы, внутреннее самодвижение, содержание исследуемого предмета. Вот я за многие годы преподавания, можно сказать, запомнил, вызуприл. То есть, что сделал Карл Маркс? Вот перед ним был капитализм. Вот тот строй, уже был развитый капитализм, который пришел на смену феодализму, прежде всего экономической области, в базисных отношениях. И вот Маркс при помощи диалектического метода осознал формы внутреннего самодвижения, содержание вот этого самого капиталистического способа производства, капиталистических производственных отношений. И капитал – это теоретическое изображение развития капитализма. От простых, простейших форм начальных до развитых. Поэтому, если вы посмотрите, пролистаете хотя бы по наглавлению, то вот увидите. Первый том капитала – это процесс производства капитала. Ну, вот я немного вернусь назад. Вот мы, так сказать, рассматривали предмет исследования капитала Маркса, и везде включается слово «производство». Вот это первое такое фундаментальное понятие, которое хорошенько, так сказать, надо, ну, как бы, запомнить, усвоить, осознать. Потому что это вот первый тот водораздел, который отличает Маркса, так сказать, марксизм, от всех других экономических теорий, буржуазных, там, вульгарных и прочих, прочих, прочих. Потому что предмет исследования Марса – это материальное производство. Производство – это процесс присвоения. Все, в общем, было человечество. Можно сказать так, да. В рамках и посредством определенной общественной формы. А присвоение, ну, не имеется в виду, в обыденном, что я вот взял из кармана ваше, вытащил что-то и присвоил. Присвоение – это превращение, так сказать, преобразование предметов природы в соответствии со своими целями, со своими интересами. Ну, это производство – это только одна часть сферы экономических отношений. За ними идет сфера обмена или обращения. Затем сфера распределения того, что произвели. И, наконец, сфера потребления, когда все эти произведенные вещи, товары при капитализме, они уходят, потребляются людьми, в процессе производства. Так вот, Маркс очень логично соответствует этой структуре, исследует. Второй том капитала – это процесс обращения капитала. А третий том – это рассмотрение взятого в целом, да, действительно, в сфере действительности взятого в целом. Именно там Маркс рассматривает, скажем, распределение прибыли между группами капиталистов. В сфере производства действуют промышленные капиталисты. Вот на их предприятиях наемные рабочие производят прибавочную стоимость. А затем промышленный капиталист вынужден делиться этой прибавочной стоимостью с другими капиталистами, капиталистами других групп. Часть он должен отдать торговому капиталисту, поскольку торговые капиталисты реализуют эти товары. Затем должен выплатить проценты банку за кредит, то есть поделиться ее с банковским капиталистом. Дать земельному собственнику, если он арендует землю, это называется земельная рента, часть прибавочная, часть прибыли, которая поступает в распоряжение земельного собственника и так далее. И заканчивает Маркс свое исследование классовым строением общества. К сожалению, эта глава или главы остались незаконченными. Но я напомню, что при жизни Маркса вышел первый том капитала непосредственно под его редакцией, с его правками в разных странах. А второй и третий том капитала уже выходил. Второй и третий том капитала выходил, его редактировал, друг и соратник, единомышленник Фридрих Эдрис. Четвертого тома капитала нет. Это кто-то пытался, уже бывший марксист Карл Каутский и потом какие-то советские деятели, точнее деятели периода СССР, изобразить и написать в каком-то четвертом томе капитала. На самом деле, то, что вы найдете в этом издании под названием «Четвертый том капитала» есть на оброске Маркса «Критика политической экономии». Ведь Маркс как написал капитал? Он что, пришел, сел и сразу написал? Нет. Ему предшествовала огромная работа. И вы в собрании сочинений увидите как минимум две рукописи. Рукописи 1857-1859 годов, затем рукописи 1853 года. А чтобы эти рукописи написать, он перелопатил, прочитал, освоил, критически осмыслил практически все, святушку, буржуазную исследование, которые были сделаны до Маркса. И прежде всего, конечно, это классическая школа буржуазной политической экономии, наиболее яркими представителями которой являются Адам Смит и Давид Рикард. Вот что касается. Так вот, заканчивает Маркса, должен был закончить, но она оказалась незаконченной. Это, так сказать, рассмотрением классовой структуры общества. Ну, вы, наверное, знаете уже из научного социализма, что структура общества любого, любой формации формирует какие-то классы. Это большие группы людей, которые различаются, прежде всего, по положению производства. И вот здесь тоже, опять, слово «производство». Вот оно, фундаментальное положение. Ну, что касается капитализма, то есть два основных класса. Это класс капиталистов, владелец средств производства, и класс наемных рабочих, которые вынуждены продавать свою рабочую силу, чтобы существовать, содержать свою семью и так далее. Есть еще третий класс – мелкие товаропроизводители. То есть те люди, которые имеют средства производства и сами на них трудятся. Но это такой класс… Ведь капитализм – это что такое? Всеобщая товарная хозяйство. Совершенно верно. Это всеобщая товарная хозяйство. То есть товарное производство – это та основа, на которой капитализм возник. Иногда спрашивают, что такое капитализм, и сразу говорят, что это эксплуататорский строй. Ну, это правильно, но это не очень не точно. Потому что что такое эксплуатация? Эксплуатация – научное понятие. Присвоение прибавочной стоимости. Нет. Нет. Тепло, но не горячо. Эксплуатация – это присвоение… Это правильно. Безвозмездное присвоение прибавочного труда или прибавочного продукта, в котором создаются другие нелеси. Так вот, а присвоение прибавочной стоимости – это экономическая форма эксплуатации при капитализме только. А ведь до капитализма было еще как минимум две эксплуататорские формации. Первая – рабовладение. Там была эксплуатация? Была. Но прибавочной стоимости там не было. Прибавочный продукт был. Феодализм – это эксплуататорский строй? Да. Понятно. Класс феодалов, помещиков эксплуатировал, присваивал прибавочный продукт, который создавался трудом крепостных, зависимых. Но прибавочной стоимости не было. Прибавочная стоимость – это экономическая форма прибавочного продукта при капитализме. Вы правильно сказали? А, уже по названию можно догадаться, прибавочная стоимость. Прилагательная прибавочная, а стоимость – это что такое? Это одна из центральных категорий товарного хозяйства. Если вы откроете первую страницу капитала, там с чего начинается? С товара. С товара. Товар его свойства. Товар – то есть элементарная клеточка капитализма, из которой вырастают все остальные категории. Товар, прежде всего, это что такое? Вещь, которая… Профессионал, да, нет? Нет, пока, погоди. Это полезная вещь, прежде всего, вот, вот, с двух сторон рассматривая. Полезная вещь, которая удовлетворяет какие-то потребности человеческие. И в этом своем качестве она является потребительной стоимостью. А с другой стороны, она и стоимость, как абстрактный труп, воплощенный в товаре. Ну, мы, надеюсь, до этого еще дойдем. Я немного отклонился в сторону. Итак, значит, вот, по идее, капитал должен был завершиться, исследовав классную структуру общества. Ну, вот, пока, я думаю, что мы ограничимся вот этими замечаниями. Итак, предмет исследования капитала – капиталистический способ производства. То есть, если мы опустимся совсем туда поглубже, то есть, вот, вот, тот оселок или тот, вот, раздел, который различает марксистскую теорию, марксистский подход, ход всех других теорий – буржуазных, мелкобуржуазных – это, прежде всего, материальное производство. И вот сейчас мы можем, казалось бы, это далекая такая теория, очень глубокая и далекая по времени, перейти к современным проблемам. Значит, помимо марксистской теории, есть масса других концепций, взглядов, точек зрения. Ну, вы также знаете еще одно из основополагающих понятий исторического материализма, или, во всяком случае, слышали, что общественное бытие определяет общественное сознание. Общественное бытие – это что такое? Ну, это и есть производственно-экономические отношения. Вот он, господствующий способ производства. И люди, которые действуют в своих интересах, да, есть еще одно понятие – экономические интересы. Причем марксизм под экономическими интересами понимается не некая такая субъективистская вещь. Вот, что хочу, то и делаю. Вот, если сегодня захотели – пришли на лекцию. А завтра захотели – покушали, поспали. Нет, конечно. Это такая характеристика положения людей в производстве. Обращаю внимание, опять, речь идет о производстве. Которое показывает, что им выгодно в силу их объективно положения. И определяет их действия. Вот капиталист – это кто такой? Это представитель капитала. А капитал – это самозрастающая стоимость. Ну, есть совсем точное понятие. Капиталист – это персонифицированный капитал. А капитал – самозрастающая стоимость. Значит, какой интерес у капиталистов? Чтобы возрастал. Конечно, чтобы капитал возрастал. А он, как представитель капитала, уже делает определенные действия. А он оемного рабочего. Противоположный интерес? Конечно, противоположный. Что касается... Давайте посмотрим теперь на... Ну, поскольку общественное бытие у нас капиталистическое, то в целом общественное сознание, оно капиталистическое. Оно выражается в массе, в огромном количестве концепций, теорий, взглядов. Буржуазных и мелкобуржуазных. Поскольку мелкая, я скажу, буржуазия – это представитель товарного хозяйства, того хозяйства, из которого ежеминутно, ежечасно, ежесекунда рождается капитализм в ходе конкурентной борьбы. Итак, значит, и вот по первому главному вопросу. В чем здесь идет водоразделы и отличия? Ну, вы, наверное, обратили внимание, если посмотреть. То есть Марс стоит четко на приоритете производства, материального производства. По всем направлениям. По понятию производительного труда. По всему тому, что раскрывается в капитале. По понятию товара и так далее. А на что упирают эти буржуазные теории, особенно модные, которые говорят, что сейчас 21 век. Когда капитал написан? В каком веке? В 19-м, сейчас 21-м, это уже почти два столетия прошло. Они напирают на то, что вот есть такое понятие услуги, которые становятся центральным понятием сейчас. А производство, вот оно как бы побоку. И вот даже есть показатели экономические, которые, вот они сейчас применяются. современные, так сказать, и у нас, и за рубежом, наперед, воловой внутренний продукт, сокращенно ВВП. Это что такое? ВВП. Это один из основных экономических показателей, которые характеризуются. Сколько в обществе, наше трудо сказать, произведено оказанных услуг и произведено товаров. Санкт. И вот если посмотришь статистику, вы можете зайти на сайт Федеральной службы государственной статистики. Очень любопытно есть. Там много чего нету, не найти. Это понятно, из классового содержания прорывается. Спрятать нужно концы в воду. То, что неприятное и неприемлемо для буржуазии. Ну, кое-что интересное есть. Так вот, оказывается, что такая графа, как оказание консультационных бухгалтерских услуг, дает вклад ВВП России больше, чем, скажем, больше, чем производство радиотехнических изделий. Или радиоэлектроники в России. Вот, оказывается, на чем мы живем. На услугах, на консультационных услугах. Если бы у нас был платный Красный университет, мы бы платили за учебу. Это тоже бы пошло в оказание услуг. И вот 30 лет ставшего капитализма, кто-то из вас застал, кто-то не застал, я вот увижу вот это вот массированное идет волна. Вот это главное, все остальное. А производство... Ну, если это в головах у правящего класса, а правящий класс у нас, класс буржуазии, если это в головах у представителей правящего класса, которые, так сказать, назначены им к государственному аппарате, к аппарате проводящего интересы правящего класса, то что тогда будет происходить? Происходит разрушение производства. Все 30 лет мы диалектики, мы понимаем, есть позитивная и негативная тенденция. Могу вам сказать, что тенденция разрушения нашего производства преобладает на тенденции созидательной. Если вы посмотрите другой вид статистики, на том же сайте Федеральной службы государственной статистики, то увидите, что объем промышленного производства в Российской Федерации так и не достиг уровня РСФСР 1990 года. 30 лет. Это же колоссальный срок. За 30 лет можно горы свернуть. А здесь все еще такое есть. Но как вот доказать теоретически, что прав здесь Маркс или буржуазные делали? Может, действительно, все наше светлое будущее это услуги. А производство это вот, оно мешает. Его надо разрушать, убирать, выкидывать в сторону. Но поскольку вся жизнь идет через противоречия, и периодически эти противоречия обостряются. И вот в периоды, скажем, каких-то потрясений, обострений противоречий, экономических кризисов все становится на круге своя. Два маленьких примера из последней нашей жизни. Когда у нас, 8 лет назад, против России были применены конкурентами Соединенными Штатами Америки и сателлитами так называемые санкции. И вдруг обнаружилось, что у нас в России вот все было хорошо. Вдруг, оказывается, нет этого, второго, третьего, десятого. А нет, почему? Потому что производство разрушали. Второй пример. Вот началась специальная военная операция, идут военные действия. но уже они точно показали, показали, что показывали, чтобы одержать победу, что нужно. И снаряды, и ракеты, и самолеты, и спутники, и квадрокопты, и много чего нужно. А они что, производятся все и услуг маклерами, дилерами, и вот на заводах. Удивительные, прямо страшные примеры, когда выясняется, что порядка десяти, даже больше, ремзаводов Министерства обороны вдруг оказались банкротами. Вообще, немыслимо, ну как это может быть? Ладно, частное предприятие, но государственное предприятие, там же все просто решается. Если сейчас нету, скажем, заказов, то оно нужно. Да, оно считается планово убыточным. обеспечивается заработная плата, обеспечивается поддержание оборудования в нужном, сказать, состоянии. А так, объявленный банкрот. Он в округе все это разрушается, смотрите. Все, его вычеркивают из списка живых, из существующих. Все, что можно, продают, рабочих выгоняют, увольняют и так далее. Вот такие дела. То есть, жизнь как раз показывает вот эти периодические обострения, кризисы, обострение противоречий, вот эта ситуация, что на самом-то деле материальное производство это первооснова человеческой жизни. У Энгельса есть замечательная мысль, он вот эту мысль выразил очень просто. Прежде чем заниматься теорией, вот скажешь, мы здесь занимаемся теорией, так, человек что должен сделать? Поесть, пить, попить, одеться, наверное, выспаться, причем не на улице, где-то в квартире и так далее и тому подобное. Очень прекрасный пример. Итак, это первое, на чем я хотел восстановиться. Второй, значит, всеобщий метод исследования это диалектика. Соответственно, и не только метод, вообще и в природе, и в обществе все находится в развитии. Проходят какие-то этапы, рождается, проходят этапы и затем умирает, уступает место другому, более высокому, более прогрессивному. То же самое капитализм. Ведь капитализм это вечная формация, вечный способ производства. скажем, буржуазные идеологи их называют апологета капитализма, слово такое апологет с нехорошим оттенком, апологет такой защитник. Так вот, апологеты капитализма говорят, это вечный строй. На самом деле нет. Как раз человечество развивалось много тысячелетий и большую часть не было капитализма. Я не буду повторяться вот те общественно-экономические формации капитализма, это последняя несколько столетий. Но, соответственно, когда-то возник, проходит свои стадии развития и уступает место более прогрессивному строю коммунизма. У нас будет отдельное занятие в следующем семестре. Мы будем подробно останавливаться на этапах развития капитализма, перехода в монополистическую стадию. И обязательно нужно будет прочитать работу Владимира Ильича Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Она потоньше капитала, как брошюра Ленина называла популярным очерком. Образно говоря, Владимир Ильич ухватил знамя исследования капитализма, которое сделал Маркс вместе с Рейлихом Эндельсом и уже исследовал новейшие явления в капитализме, которые наступили через полвека после Маркса. Значит, еще раз повторим, капитализм возникает на базе товарного хозяйства. Вы совершенно дали правильное определение. Капитализм это всеобщее товарное хозяйство, всеобщее товарное производство. Но оно не точно, его надо немножко расшифровать. А что значит всеобщее? Даже когда труд становится товарным. здорово покритиковать, ну вы совершенно правильный путь. Вот, вас поправили. Значит, это тот этап или та ступень развития товарного производства, когда рабочая сила становится товаром. Не только отдельные вещи, предметы являются товаром. Вот на капиталистическом предприятии выпускают товары. Очень много полезных, нужных вещей. И сама рабочая сила становится товаром. Потому что при рабовладельческом строе рабочая сила не была товаром. Рабочая сила, это способность человека к труду. Носитель рабочей силы это человек. При рабовладельческом способе производства раб не был человеком, не считался человеком. Это было орудие труда, только говорящие. При фитализме крепостной крестьянин, вот он, он был привязан к земле. вот мы называем крепостной. Он не был, скажем, он не продавал товар. Феодал мог продать крестьянина вместе, сказать, семьей, а сам он рабочий сила не продавал. Он отрабатывал барщину на земле принадлежащей феодалу, но сам товаром не был. А вот при капитализме рабочая сила становится товаром. И мы специально становимся на этом моменте, поскольку здесь закрыта тайна, сказать, скрыта тайна прибавочной стоимости, тайна эксплуатации, капиталистической формы эксплуатации. Потому что в тех эксплуататорских обществах все было на виду, а здесь же прикрыто. Внешне все чинно и благородно. Так вот, я завершаю второе замечание. И первый этап развития капитализма это так называемый капитализм свободной конкуренции. Мечта очень многих нынешних наших либералов. Это когда капиталисты, их много, они все такие вот горят желанием что-то сотворить, делать, конкурируют между собой, повышают производительность труда, двигают научно-технический прогресс. Ну да, есть небольшие издержки в этом деле, что в ходе конкуренции один капиталист побивает другого, но это же на пользу обществу. И вот это мечта наших либералов. И не только либералов, и очень многих представителей государственной власти буржуазной России, современной буржуазной России. А с точки зрения развития, в соответствии с которым идёт движение в обществе любом и в природе, ведь на этом же не заканчивается развитие капитализма. И в конце 19-го, это сто лет назад, с лишним, в начале 20-го века капитализм перешёл в другую, более развитую, более высокую, ступень, фазу монополистический капитализм. Когда на смену свободной конкуренции что пришло? Монополия. Ну, совсем образно говоря, вот конкуренция между предприятиями. Соти капиталистов в какой-то отрасли между собой конкурируют. И вот двигается капиталистическое общество. Но в ходе этой конкурентной борьбы один капиталист побивает другого. третий капиталист появляет это. И вот так идёт развитие. И что получается? Что на месте вот этой массы отдельных конкурирующих капиталистов появляются крупные сначала предприятия, затем крупнейшие, затем монополии. Монополия это что такое? Это крупнейшее капиталистическое предприятие, которое захватывает рынки сырья, рынки сбыта и диктует свою волю уже всем остальным. И это происходит не по какой-то злой воле отдельных капиталистов, а сама экономическая конкуренция она заставляет помимо воли и сознания капиталистов делать эти действия. Если он не будет делать, его выкинут с рынка. Он перестанет быть капиталистом. А монополия уже есть прямая противоположность конкуренции. Так ведь? То есть вот что произошло сто лет назад. Капитализм перерос в новую фазу, кстати, в последнюю фазу, монополистическую стадию развития. Но там еще он поднялся на одну ступеньку, когда к силе монополия добавил сила буржуазного государства. Ведь государство это аппарат как бы сферы политической надстройки. Ну вспомним, общественно-экономическая формация, единство базиса и надстройки. Базис это экономические отношения, а государство это сфера политических отношений. Но развитие доходит до такой ступени, уже до такого этапа, когда же буржуазное государство уже начинает участвовать в экономических процессах. И это объективно невозможно уже без участия государства. Поэтому современно и вот в этом этапе и находятся все капиталистические страны. Мы будем отдельно рассматривать вопрос, кто является империалистическими странами, которые зависимы. Сейчас я хочу акцентировать ваше внимание на том факте, что капитализм перерос в эту монополистическую стадию, он находится на этой стадии. и этой стадии развития капитализма соответствуют особые методы управления, ведения хозяйства. Уже не отдельный капитализм, капиталисты вот мелкие какие-то там средние конкурируют между собой, а крупные монополии руководят, регулируют целом экономики. Ну а в головах у некоторых представителей правящего класса либерального направления вот мечта вернуть нас 200 лет назад в эпоху свободной конкуренции. Совершенно верно. Я привожу частые примеры, мне он нравится и сейчас я воспользуюсь. Давайте для сравнения возьмем. Человек, он ведь тоже он же сразу рождается вот такие вот красивые, молодые. Наверное, это маленький человечек, молодец, он еще говорить не может и ходить не может. И он проходит в своей жизни этапы развития. Так ведь? И задаю вопрос. Вот человек, которому три года, он чем должен заниматься? Песочница играть. Совершенно верно. Вот полностью с вами словно. Он должен сидеть в песочнице играть, лепить пирожки и прочее. А тот же человек, которому 33 года, чем должен заниматься? Работать. Семью цель. Работать, творить, учиться, семью, уже, сказать, детей воспитывать. и так далее. Ну, по старшему типу уже не будем говорить. Так вот, применительно к нашей экономике. Вот те, которые сейчас сидят, скажем, не только ученые-экономисты, а те представители этого либерального буржуазного направления, у нас проектов все 30 лет, все это в экономическом блоке, финансовом, центральном банке. Определяющие блоки. Вот они станут назад. Это то же самое, если бы родители этого 33-летнего сказали, нет, ты садись в песочницу, и твоя задача вот сейчас, вот мы мечтаем, это вообще идеал, идут с утра до вечера и горят песочнице. Что мы скажем насчет этих родителей? Ну, наверное, повернем пальцем у виска, что-то у них с головой не в порядке. И вот то же самое пытаясь, 30 лет вот такой эксперимент, да, проводили и проводят, продолжают проводить представители либерального направления. То есть капитализм ушел далеко вперед, экономика ушла далеко вперед, ей соответствуют передовые государственные монополистические методы регулирования. Они нас пытаются вернуть назад. Реакционеры, вернуть назад можно? На бумаге можно, а в жизни что будет? Будет разрушение вот этой сложнейшей экономики, которая формировалась еще, кстати, наш капитализм, откуда он вышел? Если там в Европе, в Америке, так сказать, вышел из феодализма, да, ну, прежде всего, и в Европе, а Франции, и в Британии, и так далее, то в российский капитализм откуда вышел? Из социализма. А социализм не просто какая-то группа монополий, это единая монополия была. только направленная на интересы всего общества. Вот второе замечание. Пойдемте дальше. Ну, как успеем, как в известном армейском анекдоте или поговорке. копать яму будем отсюда и до обеда, до 9 часов, до 8, то вопрос. С какими лозунгами вышла буржуазная революция, которая сломила феодальность принесла повсеместно на всем мире капитализм. Это вы знаете. права человека, обнесение и народа. Особо привилегий. Нет, вот, свобода, правенство и братство. Так вот, мы, поскольку мы, так сказать, знакомы с марксизмом, мы понимаем, что, вообще, если туда копнуть поглубже, мы там выведем эксплуатацию. Особо какие-то экономические формы. Но на поверхности буржуазных экономических явлений никакой эксплуатации нет. И вся вот эта вульгарная политическая экономия, вульгарные смысле нехорошие, Маркс давал такую оценку, что под классической политической экономией Маркс и Энгельс понимали политическую экономию, начиная с Ульяма Петти, один из представителей, которые следуют внутренней зависимости капиталистического производства. А вульгарная это та, которая толчется в сфере внешних зависимостей. И она не идет туда сущности. А ведь вы знаете же, вы уже диалектику изучали, есть явление и сущность. Но если мы только будем на поверхности явления находиться, мы никогда до истины не дойдем. Этих примеров можно в массу приводить, и не только из экономических отношений, политических, пожалуйста, из природы, все что угодно. Потому что если внешне смотреть, у нас солнце восходит на востоке, идет вокруг земли, заходит на западе. И первый вывод, который напрашивается, что солнце крутится вокруг земли. Вот хоть кол на голове мне тишите, я вам буду доказывать, что это не земля вокруг солнца вертится. если вы будете мне доказывать какими-то научными категориями, я скажу, дорогой, давай с утра выйдем, посмотрим, постоим немножко, и ты увидишь. И вот приблизительно так я немножко утрирую и иронизирую. И вот в сфере этих внешних зависимостей толчется вот эта буржуазная, вульгарная политическая экономия, их масса концепций. Хотя у них есть задачи большие. И одна из основных задач, если они залезут туда в глубь отношений экономических, которые на поверхности не видны, они ведь неприятные для буржуазии и вещи, да? Вот это присвоение прибавочной стоимости и много-много еще другого. Поэтому они такие сформировались, капиталистические отношения, что на поверхности все чисто. Вот давайте рассмотрим. Итак, два основных класса. Класс капитализма, класс капиталистов, это владельцы средств производства, владельцы капиталов. На другом полюсе класс наемных рабочих. Значит, какая цель капиталиста? Ну, поскольку он представитель капитала, капитал, это самозрастающая стоимость, у него побудительный мотив, это все время вот так, самозрастает. Ему что нужно, кроме купить средства производства, раз, технику, заводы, обликнуть. И второе, наемное, нанять рабочую силу, купить рабочую силу. А купить, значит, рабочая сила, как мы уже знаем, при капитализме становится товаром. И затем соединить их в процессе производства, то есть на заводах. И в результате функционирования получить нечто, да, которое является превращением, то есть прибавочной стоимостью. И как это вот происходит? Вот давайте посмотрим со стороны наемного рабочего. Ну, во-первых, значит, какой первый лозунг? Свобода. Рабочий, он свободный? При капитализме? Конечно, свободный. Ведь он же не раб? Не раб. Он привязан к какому-то заводу? Он крепостной? Нет. У него паспорт в кармане есть. Он свободный человек. Он что хочет, то и делает. Но если у тебя паспорт в кармане, тебе, во всяком случае, в рамках нашего государственного деятельства, никакие препятствия нет. Куда хочешь, туда иди. Проблема в чем? Работать надо. Нет. Кушать надо. Кушать надо, правильно. Если бы у него были средства производства, он бы мог работать на них, что-то производить, получать доход, но он бы был мелким товаропроизводителем. Но у него нет. Вот второе из условий. Он свободный человек, но он лишен от средств производства. Средств производства. Поэтому, а кушать хочется, как вы правильно заметили, значит, он вынужден идти наниматься. Второе. Значит, наниматься что-то становится? Он должен продать. Что-то продать, чтобы купить. У нас, значит, капиталист капитализм, это еще раз, все общие товары на производстве. Все товары, все продается, покупается. Ты хочешь купить колбасы, должен кто-то продать. А что у тебя есть? Не только твои рабочие руки, которые стали товарами. И вот ты идешь капиталистом. И вот на рынке встречаются, а рынок это сфера купли-продажи, место, где продают, покупают товары. Рыночные отношения, это отношения к купли-продажи. Любимое занятие буржуазного экономиста. Вот это изучение, доли поперек, рыночные отношения. Значит, на рынке встречаются два человека. Капиталист и рабочий. И вот они торгуются. Торгуются, торгуются, наконец-то ударили по рукам. Решили сделку, в результате которой рабочий что-то продал капиталисту. А капиталист купил. Так вот, на рынке встречаются равные или неравные? Второй лозунг. Правенство. Правенство. Ну как же неравные-то? Вот вы пришли, вы идете в отдел кадров, изучаете, сейчас может не ходить, не надо, в интернете изучаете, ну можете прийти в отдел кадров, там поторговаться, вам не нравится? Пожалуйста, вы свободный человек, ушли в другое место. Там не понадобится. Это другое вопрос. Понятно, что формально. Я пока иду по основополагающим. Требство, лозунгом. Написано равенство. Ну равенство. Действительно, на рынке встречаются равные товаропроизводители. Равные в каком плане? Что они собственники, принадлежащие им товару. Вот давайте возьмем другую ситуацию. Просто два товаропроизводителя. Вот мы, вы произвели, не знаю, там вот, кусок колбасы, у меня вот, я вот ручки произвел. Мне нужна колбаса ваша, вам нужно ручки писать. Мы удалили по рукам, мы обменялись, все, пожалуйста. В соответствии с законами товаропроизводства, основной экономический закон товаропроизводства, это какой? Закон стоимости, в соответствии с которым товары умениваются на ровное количество. Ну да, вывод из него. Стоимость это общественный, абстрактный труд, воплощенный товар. Из него следует, что товар продается по стоимостям, в соответствии с общественной необходимой затратами труда. То есть, в равенстве идет. Там нет никакого обмана. Мы можем предположить, что кто-то кого-то обманывает. Ну да вы, нет, конечно. В равенстве идет. Потому что деньги, настоящие деньги, тоже товары ведь. По своему происхождению. Ну то, что капиталисты выплачивают заработную плату рабочему, сейчас безналичный путем, пускай бумажки. Бумажки это знаки стоимости, представители денег. Ну а настоящие деньги, это тоже товар. Тоже товар. Так вот. Насчет братства. Ну братства сейчас не используют этот термин, придумали более современный. Партнерство. Так ведь? Вот это куда ни кинешь, куда ни взглянешь, везде партнерство. И рабочие, и капиталисты, это партнеры. Так или не так? Уважаем. Вместе делают общее дело. Да, вместе общее дело. Правда, потом выясняется, что на одном полюсе миллионы, десятки, сотни, которые еле-еле сводят концы с концами, а на другом полюсе миллиарды, рублей, долларов и так далее. И это все время воспроизводится в расширенном масштабе. То есть на одном полюсе нищета, на другом богатство. Так вот, в чем здесь фокус? Вот вы сказали, я вас покритикую, вы две правильные мысли сказали, что рабочие продают труд. Вот если рабочие продают труд, и на этом стоит, буржуазная, так сказать, политическая экономия. Стоимость, это что такое? Это труд, затраченный. Не просто труд, это абстрактный. Страх, абстрактный. Абстрактный, да. А производство товара. И в соответствии закона стоимости идет обмен равных стоимостей. Полностью должна быть. Конечно. Обмен эквивалентов идет. То есть вот капиталист, пожалуйста, у тебя деньги, заплатил заработную плату, а рабочий продал труд. Получил полное. Но если ты полностью получил... Как же он? Нет, погодите, пока еще это рабочий. Если рабочий продает труд, то какие проблемы-то? Вы недовольны своей заработной платой, маленькой. Так кто виноват в этом деле? Если вы продали труд, труд у вас плохой, вы даете труд. Значит, чтобы получить больше, что нужно делать вам? Побольше работать. Правильно, побольше работать. Это раз. По времени побольше. Не 8 часов, а 10, 12. Второй. Поинтенсивнее работать. Вы, наверное, вот так вот медленно делаете. А надо вот так вот все, так? Монополизировать ремонт труда. Мы до этого дойдем. Можем. Я пока и в шутку, и в серьез. На самом-то деле, рабочие продают не труд. Ну, какой труд? Вот вы пришли в отдел кадров, подписали договор, вы никакого труда не продали, и зарплату вы не получили. Вы в пятницу пришли, в среду у вас договор, на вас понедельник. Значит, вы в понедельник только придете на работу, и начнете трудиться за станком. Потому что вы никакой труд не продали. А что вы продали? Способность труду. Способность труду. Она называется рабочей силой, да. Рабочей силой. И в условиях всеобщего товарного хозяйства рабочая сила становится товаром. Но товары специфические, особого рода. Вернемся к тому, что мы немного смотрели в самом начале капитала. Значит, товар, продукт труда, предназначенный для отмена, он имеет две стороны. Два свойства. Два свойства товара. Первое, два называемых. Свойства товара. Потребительная стоимость и стоимость. Потребительная стоимость это полезность вещи и свойства удовлетворять человеческие потребности. Ведь вы, когда идете в магазин, вы покупаете товары в соответствии с вашими потребностями. Что вам нужно? Хлеб, картошку, колбасу и так далее. С другой стороны, любой товар имеет стоимость. Это общественный труд, абстрактный труд, воплощенный товар. Величина стоимости изменяется количеством этого общественного и поднимого труда. Но рабочая сила, товар-то какой? Специфический. Почему? Потому что носителем рабочей силы является человек, живое существо. Не мертвое, а живое. Соответственно, в условиях капитализма товар-рабочая сила тоже приобретает специфические особенности. Поэтому стоимость товара-рабочая сила какая? Ну, даже можно логически. Стоимость это труд, общественный, абстрактный труд, воплощенный в товаре. Какой тут воплощается рабочая сила? Ну, наверное, стоимость тех средств существования, которые необходимы рабочему, чтобы воспроизводить самую себя. Так ведь? А что значит воспроизвести такое научное слово? Поездник, послать, беда. И свою семью. То есть поддерживать способное состояние стоимости рабочей силы, это стоимость тех средств существования, которые необходимы для нормального воспроизводства или нормального существования, нормальной жизни рабочему и его семье. А потребительная стоимость товара? Значит, еще раз вернемся. Полезность вещи, такое свойство, которое удовлетворяет или иные человеческие потребности. Кто покупает товар рабочей силы? Капиталист. Значит, для него товар. Значит, какую у него есть потребность, для чего она ему нужна? Чтобы соединить в процессе производства и получить некоторый потом избыток над тем, что он затратил. и вот есть такое удивительное свойство, замечательное свойство у товара рабочая сила, употребительная стоимость. Это свойство создавать стоимость большую, чем она стоит. Вот в чем заковыкат. И что получается? Ведь если вот вы покупаете товар и вы с ним делаете, что хотите, правильно? купили колбасу, можете сесть, можете выкинуть и так далее. И капиталист, если покупает товар рабочая сила, пускает она время, по договору 8 часов в день, 40 часов в неделю. Этот товар ему принадлежит? Ему. Он его использует в своих интересах. Соответственно, две особенности. Рабочий работает под контролем капиталиста раз, и все, что произвел рабочий, кому принадлежит капиталист? Конечно, капиталист. На основе всех экономических законов товарного производства, которые обличены в юридическую форму, понятное дело. Силы государства сохраняются и поддерживаются. И в чем фокус? А в том, что в том товаре, который произвели рабочие, заключен некоторый избыток над стоимости товара рабочей силы. И по всем канонам, по всем экономическим, базисным отношениям, если товар, произведенный на капиталистическом предприятии, наемным рабочим принадлежит капиталисту, то, соответственно, все, что внутри товара, привлечься на стоимость, также принадлежит капиталисту. он ее присваивает. Мы иногда рисуем схему рабочего дня, которая складывается из двух компонентов. Вот рабочий. Пускай рабочий работает 8 часов, нет пока никаких сверхурочек, ничего там. Сейчас мы заканчивать будем. 8 часов. Часть рабочего дня, он как бы работает на себя, воспроизводит стоимость рабочей силы. А часть рабочего дня, он трудится бесплатно, производит прибавочную стоимость, которую, повторю третий раз, присваивается, безвозмездно присваивается капиталистам на основании прежде всего экономических законов капиталистического товарного производства. отношение прибавочной стоимости к стоимости рабочей силы или прибавочной стоимости к переменному капиталу. Переменный капитал это капитал, часть капитала, который вкладывается капиталистам в покупку рабочей силы и который меняет свою стоимость. Или отношение прибавочного труда к необходимому труду называется нормой прибавочной стоимости или точной степени капиталистической эксплуатации. Какая у нас в России? Вот есть ученые-марксисты, Долгов Виктор Георгиевич, профессор, доктор экономических наук. Как еще? Долгов Виктор Георгиевич. Мазур Олег Анатольевич, тоже доктор экономических наук. Он, кстати, у вас должен будет, по-моему, по плану в следующем году читать лекцию. Удален я? Да, он из города Невиномыска. По их расчетам норма прибавочной стоимости составляет, я буду округлять, 700%. Что это означает? Если рабочий день 8 часов, а один час рабочий работает как бы на себя, на свою заработную плату, отрабатывает, а 7 часов работает на капиталисты. Мы каждый год считали, я брал, сейчас закончу, брал статистику разных предприятий, и мы выходили практически на эти цифры. Последние данные были Новороссийского морского торгового порта, тоже самое, чистую получается. То есть на таких, на крупных производительных предприятиях, вот такая, получается норма прибавочной стоимости. Дело перерыв. Мы рассмотрели, как бы, вслед за Марсом, или вместе с Марсом, раскрыли эту тайну капиталистической эксплуатации, рассмотрели норму прибавочной стоимости. Вот давайте обратимся к нашей жизни, к отдельным вопросам. Например, вопрос, так называемых, сверхуручных. Ну, массовые явления. Капиталисту понятно, они нужны, чтобы больше произвести товаров, в которых заключена прибавочная стоимость, решить свои вопросы. Рабочие, многие на это клюют, на эту приманку. Почему? Потому что, если, предположим, капиталист, вот он законопослушный, он сверхурочный, оплачивается в полуторенном, в двойном, а то и в тройном размере. И вот Станин на позицию рабочего, который, скажем, капитал, еще не совсем, не вполне сознательный, но, казалось бы, у него в голове что складывается, какая мысль. Он за ту же самую работу получит в двойном размере. В двойном. Это же счастье. Давайте я, помимо своего восьмичасового рабочего дня, еще возьму. Сколько-то часов. И субботу пойду поработаю. И воскресенье. Может, мне даже в тройном размере заплатят. С точки зрения, вот, излечения прибавочной стоимости, из тех цифр, которые я вам озвучил, которые обоснованы нашими учеными, все получается. Рабочие за каждый час будут получать, предположим, в тройном размере, это, наверное, максимум, да? Капиталист останется в накладе? Ну, если норма прибавочной стоимости у нас семь к одному, а будет три к пяти. То есть даже вот в той ситуации, когда, казалось бы, за ту же самую работу рабочий получает в три раза больше, ему платят. Все равно эксплуатация присутствует, и капиталист, и норма прибавочной стоимости более ста процента. Может, у нас вопрос начать сойдет? Можно? Виктор Иванович, вот здесь непонятно немножко. Все-таки вновь созданная стоимость, правильно, это прибыль плюс заработная плата. В случае сверхурочных получается логически, что капиталист все-таки немножечко от себя отрывает из прибыли в пользу заработной платы. Норма прибавочной стоимости падает, получается. Да. Она остается не нулевой. Она не это получает. Ну, значит, все равно он получает. Может, не еще одного работника нанять, чтобы не платить сверхурочную. Значит, маленькое замечание. Значит, понятие прибыль... Превращенная форма прибавочной стоимости. Когда мы рассматриваем норму прибавочной стоимости, прибавочную стоимость, она создается исключительно трудом на юных рабочих, то прибыль использовать не стоит. Прибыль – это категория третьего тома капитала. Поэтому лучше не брать. Это того тома, где исследует, Маркс исследует первое. Как вот эта самая прибавочная стоимость преломляется в голове капиталиста. Давайте я сделаю маленькое уточнение, чтобы не путаться в дальнейшем. Сейчас я закончу. Значит, вот Маркс доказал, что прибавочная стоимость, которая обозначается буквой М, создается исключительно живым трудом на юных рабочих. И вы совершенно правильно сказали, что рабочий в течение дня создает, во-первых, он переносит стоимость потребленных в процессе производства, средств производства на готовый продукт, во-вторых, создает новую стоимость. Это М плюс В. Значит, вот и стоимость капиталистически произведенного товара обозначается, будем использовать терминологию Маркса, дабл, дабл и большой, складывается из трех компонентов. И стоимости основного капитала, постоянного капитала, это С латинское, С констант, постоянный. Плюс, ну давайте я в кавычки возьму, В плюс М. Где ВС? Это переменный капитал. То есть та часть капитала, которую капиталист расходует на приобретение рабочей силы. Причем, в теоретическом плане мы можем допустить, что в данном случае капиталист оплачивает полностью рабочую силу, стоимость рабочей силы. Нам пока это не важно. И вот рабочий конкретным трудом переносит стоимость средств производства на готовый продукт, не абстрактным трудом, создает новую стоимость. В – это его заработная плата. М – присваивается капиталистам. Э – это прибавочная стоимость. Это вот сущность, которая на поверхности явления не лежит. А что на поверхности явления? Это с одной стороны. С другой стороны, общество класса с демитральными противоположными интересами. Вот они там в производстве коренятся. Значит, в головах людей то же самое происходит. Поэтому в голове капиталиста, соответственно, в теориях буржуазных этих апологетов, все по-другому. Марш зашифровал. Вот давайте встанем на позицию капиталиста. Это вот мы рассмотрели сейчас позиции рабочего класса. Вот капиталист. Вот вы капиталист. У вас есть небольшая сумочка. Приличная сумма денег. Вы хотите ее прирастить. Вот пустить в дело. Вот когда вы пускаете дело, деньги чем становятся? Капиталы. Правильно? Капитал обозначается буковкой К. Выпустили в дело капитал. А капитал-то что? Купили что? Средство производства и рабочую силу. Он функционирует. Под вашим контролем. Там неважно, лично вы контролируете. Либо вы наняли управленцев. И в итоге вы что получаете? Капитал плюс дешевый капитал. Прибыль. Итогом функционирования капитала. Ну понятно, вы произвели товар. Но в итоге вы получили прибыль. Обозначается буковкой П. И прибыль. Это превращенная форма прибавочной стоимости. Она выступает как порождение всего капитала. Из всех частей стоимости. Конечно. Вот рабочий и массу. Нет. Прибавочная стоимость. Сдается исключительно живым трудом. А капиталист в его голове. Здравствуйте. Почему живой труд? Я еще и средства производства купил. Вот они там партнеры. Мы партнеры. Я получил прибыль. Она выступила как порождение всего капитала. Это вот замечание. В отношении того, что вы говорили, конечно полностью согласен. Но если норма прибавочной стоимости, а отношение М к норму прибавочной стоимости обозначается буковкой М штрих. Это отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу. Вот сейчас она 700%. Ну и умножена должна сто процентов. Семь к одному. То есть рабочий день один час на себя, как бы работают рабочие, и семь часов на капиталистов. Если он будет получать в тройном размере. Значит сколько на себя будет работать? 20 минут. Ну 3 часа. Ну рабочий день сколько? Он же наоборот 3 раза больше получил. Значит он еще быстрее свою силу рабочую купил. Да сейчас не об этом речь. Сейчас идет вопрос, а как изменится норма прибавочной стоимости? И вообще капиталисты выдержат или нет? Они все ноют. Все говорят, нам не хватает денег. 3 часа на себя. 3 часа. Вот это отношение будет. Но рабочий день 8 часов. Значит 5 на капиталисты и 3 на себя. Ну сколько это будет? 1 целое, да? Ну 1,67. 167 процентов, да? Вот процентов. Вот это вот. Три на себя опять на капиталиста. Да. Так М же это на капиталиста. Она же числительная. 167 процентов. Что? Капиталисты на кладе в убытке? Нет. То есть я хочу сказать о другом вот этом примере. В буржуазном законодательстве вот такая норма присутствует. Что сверхурочные оплачиваются там в двойном размере, в полуторном. Там разные схемы, да? Берем максимальную в тройном размере. И отдельный рабочий может быть и счастлив. Что как же так? Я делаю тоже работу, а мне платят в тройном размере. Капиталистическая эксплуатация исчезает от этого? Нет. Но уменьшается немного норм правоводства. 167 процентов тоже колоссальная степень эксплуатации. Тоже большая. И плюс объемы производства увеличиваются за счет выплаты. И это уже другой вопрос. Я хочу сказать, вывод такой, что те рабочие, которые покупаются на это дело, может быть они чуть-чуть выиграют, но они проигрывают другую. То, во-первых, капитализм никуда не исчезает. Они только здоровье теряют. И потом, эта тройная зарплата или двойная, ждет себя на лекарстве и в конце концов... Другому капиталисту на память придет. Давайте тогда к вопросам. Если пока нет вопросов, я бы еще на одном остановился. Или, пожалуйста, как? Значит, давайте эту тематику продолжим. Значит, у нас как называется? Экономика, экономический или марксизм, а семинар будет экономические проблемы современной России. Вот одну проблему я сейчас осветил. Так? А вторая, я, так сказать, мы рассмотрели в общем-то теоретическом плане. Что капитализм достиг стадии монополистического капитализма. Последней стадии. Которые соответствуют определенные методы регулирования экономикой. Поэтому все эти действия, которые... Или предложения, так сказать, вернуть нас назад в эпоху капитализма свободной конкуренции. Это реакционные идеи. И вот 30 лет капитализм у нас, вот за 30 лет, как бы уже, полностью, полновесный, на ногах стоит. Нам демонстрируют, вот, к сожалению, преобладание этой негативной тенденции. И куда, ни кинь, куда ни возьми. Как бы лицо вот российского капитализма. Ну, давайте рассмотрим два вопроса. Первое, значит, монополия. Вот такое крупнейшее предприятие. И просто маленькое. Может вообще крупная организация жить без какого-то плана? Нет. Нет. Может, но недолго. Тоже правильный ответ. Нет, во-первых. То есть может, все-таки. Поэтому как-то это с качками не... Нет, это кризис, это другое. Пока. То есть, какое-то планирование... Вообще, кооперация, да? Есть такая форма организации труда. Когда много лиц совместно планомерно работают в одном или связанных между собой процесс производства. Но когда много лиц, без этого не обойтись. А монополия – это не просто крупнейшее предприятие. Там не то что тысячи, десятки тысяч работают. Ну, как же их нужно объединить каким-то планом. Поэтому внутри монополии, нормальный монополий, план есть. Во-вторых, сейчас же настолько сложно, так сказать, производство. За один год можно вообще все это реализовать? Нет. Какой-то крупный проект. Даже возьмем каждого из вас. Вот пошел человек учиться. Получает высшее образование. Сколько? Четыре, да, магистратуры. Шесть. Где-то пять специалитетов. То есть вот куда уже нужно заглядывать. Ну, а так и наиболее продвинутые, кто там планирует семью создать, вообще нужно туда подальше. Хотя есть и другой принцип жизни. Как он? Будет день, будет и пища, да? Наверное, и так живут. В ближайшем интересном. Но это не наш метод. Вот так вот. То есть планирование – это сейчас неотъемлемое свойство вообще крупниковой экономики. Правда, ограничения такие, что внутри капитализма, внутри монополии есть план. А в рамках капиталистической экономики план невозможно сделать. Вот при социализме был единый план государственный. Поскольку была одна монополия. Социалистическая экономика – это единая монополия, направленная на службу всего общества. Пришел капитализм у нас, и все это разрушили. Были органы, госплан, СССР, СССР, все это не стоит, выкидывали как ненужное. Но жизнь заставляет, поскольку конкуренты, те же Соединенные Штаты Америки, Франция, Германия, там все это есть. И вот я посмотрел, готовился к занятиям, ну буквально печальная судьба того, что с планированием. В 95-м году был сделан такой закон принят о прогнозе развития Российской Федерации. Чем прогноз отличается от плана? Совершенно правильно, все-все-все, правильно ответили. Прогноз, у меня такое предвидение, предположение возможного результата. Вот прекрасный пример, прогноз погоды. Оно либо будет, либо не будет, так ли? Либо будет, либо не будет. А план, это система заданий, обязательных для выполнения. Так вот, в 95-м году был принят закон 115-й федеральный о государственном прогнозировании программах социально-экономического развития РФ. И как-то его похоронили. А программа, что такое? Ну, наверное, более сложный вопрос. То есть, планирование, сам термин, это понятие «план» появилось, наверное, пятилетки. План пятилетка – это в период социалистического строительства в СССР. И как раз в капиталистической экономике единого плана, в принципе, не может быть. Единый план предполагает, что общественную собственность на средства производства. А когда здесь один капиталистический, пускай даже крупный, вы напали здесь другой, то в рамках всего капиталистического общества можно говорить только об отдельных программах. То есть, или какой-то участок, правительство буржуазное, в рамках государственного бюджета, или через систему государственных заказов, пришел какую-то отдельную программу, которая не охватывает в целом всю экономику, всю общество. То есть, вот три таких понятия – план, программа и прогноз. И есть еще государственный заказ. В 2007 году приняли концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. Вот здесь речь идет о концепции и долгосрочное. Что значит долгосрочный срок с точки зрения, так сказать, современного развития, современной экономики? Это прогноз. Вот скажем, Российская Федерация многие годы живет. Вот на что Максу могут посмотреть? На год, совершенно верно. Пятилетки, которые были в СССР. Сколько лет? Ну, на пять, понятное дело. И пятилетние планы – это среднесрочные планы. А долгосрочные планы – это не менее 20-25 лет. Если мы посмотрим историю планирования в СССР, то у нас на самом-то деле долгосрочных планов развития не было. Была первая попытка – план Гойл-Роб. Он как раз был рассчитан где-то на 15-20 лет. Это было первое и единственное. Да, совершенно верно. А потом там были отдельные программы и все, но, так сказать, долгосрочных планов не было. После войны план Гойл-Роб. Единого плана не было. Долгосрочного плана развития народного хозяйства СССР не было. Были только пятилетки, это среднесрочные. А концепция – это вообще, куда мы в целом пойдем. Туда пойдем, либо туда. Она и была утверждена. Ни первый ряд, ни второй. Все это похоронили. Затем, затем, что-то сподвигнулись наши деятели, гружа разные руководители. Ну, как беспланово жить? Периодически президент Российской Федерации выступает и говорит, что у нас какие-то цели. Достойную зарплату получать. Или какого плана-то? Сейчас рынок решает, спрос и предложение, а не план. Виктор Иванович. А вот я с вами сейчас поспорю. Конечно. Сейчас я закончу. Значит, тут выступает высшее должностное лицо и говорит, что мы должны повысить уровень жизни, сделать достойную зарплату. Кстати, мне этот термин «достойная зарплата» очень нравится. За этим можно все что угодно прикрыть. Но ставится иногда как конкретные цифры. И возраст, так сказать, утвоения в ВВП и так далее. Этот вопрос не решается за год. Он требует, во-первых, известной долгосрочной перспективы. Это раз. Во-вторых, каких-то действий плановых. То есть никак не обойтись без плановых. Даже наши руководители это понимают. Но чем все заканчивается? Значит, в 2014 году был принят федеральный закон о стратегическом планировании в Российской Федерации. С точки зрения развития. Ну, капитализм, по большому счету, понятно, он эксплуататорский строй, но это форма развития производительных сил. Так вот. Форма развития. Я буду утверждать, спорить, что он более прогрессивный, чем феодализм, и тем более, более прогрессивный, чем рабовладение. Развивается общество. Противоречиво. Это другой вопрос. Но это форма развития производительных сил. Так вот, он требует планирования. Приняли закон. То есть буржуазная, российская буржуазная, государственная власть принимает правильный закон. В 2014 году, сейчас у нас на дворе что? В 2022 году. Ничего не сделают. Ничего. Ну, в соответствии с этим законом, у нас какой-то план принять. Ничего не сделают. Поэтому в ноябре 2021 года президент Российской Федерации сдал указ. Ну, это более, так сказать, слабая форма юридическая, чем закон. Так вот? Указ президента. Об утверждении основ государственной политики в сфере стратегического планирования Российской Федерации. То есть не пошло дело. Вот вы можете посмотреть. Я в консультанте распечатал, пытался, так сказать, с интересом прочитал. Ну, здесь как бы подходы только. То есть самого плана еще нет. Стратегического плана. Отдельные подходы. Сроки устанавливают. Вот мы в разделе Установление циклов стратегического планирования сроки пишут 6 лет. Но это, конечно, лучше, чем один год. 6 лет. За 6 лет можно какие-то крупные проекты решить. Ну, в общем, на сегодняшний день никакого плана у нас нет. В Российской Федерации угрожайной. И за 30 лет не было. Для сравнения. Вот есть такая страна. Соединенные Штаты Америки. Крупнейшая капиталистическая держава. Крупнейшая империалистическая. Вот она главная капиталистическая и империалистическая страна сейчас. Так вот, там действует своеобразный госплан. Вот я удивляюсь, я не могу отклониться. То есть, скажем, Россия буржуазная страна. Господствующий класс капиталистов российский. Государственная власть у них в руках. И все время твердят. Вот мы будем жить лучше, чем в Соединенных Штатах Америки, чем во Франции, в Германии. Но если вы хотите жить лучше, или хотя бы как там, что надо делать? Делать как там. Делать как там. Делать с точностью, да наоборот. Или вообще ничего не делают. Значит, в Соединенных Штатах Америки. Понимаете, мы растяжимы. Я буду включать, мы. Есть так называемая федеральная контрактная система. Это, я назову в кавычках, это американский госплан. Ну, работают 400 тысяч сотрудников. Представляете? Это сплошь бюрократа же. Это же управленцы 400 тысяч сотрудников. Есть исследование Института США и Канады, нашей Российской Академии Наук. Там группа авторов. Первая фамилия, что там стоит, поделиваться Федоровича. Она так называется, федеральная контрактная система. Два издания. Книга толстенная, наверное, толще этого капитала. Я с огромным интересом почитал. Она выдержала уже два издания. Так вот, порядка 97% номенклатуры, номенклатуры, это перечень видов, выпускаемых в экономике США. Она подпадает под государственный заказ. Вот вам ответ на вопрос. Это военная продукция в основном. Все экономики, 97%. Все, а не только военные. А не только военные. Нет, не так. Помните, издевались некоторые над планированием СССР? Там много недостатков было, да? Что, якобы, планировали до последнего гвоздя. Так вот, гвоздь, который выпускают в рамках государственного заказа в СССР, там не только до последнего гвоздя. Там на этой гвоздь такая спецификация, на стальки страницах. Шаг левый, шаг правый, значит, не будет. Ну, какие примеры? Ну, два примера приведу. Ну, скажем, я вам говорил, что единый план в рамках всего всей экономики туристической, конечно, сделать нельзя. Поскольку она основана на частной собственности, пускай даже крупнейшим монополистическим предприятиям. Но можно сделать отдельные программы. Первая цифра. Значит, вот в России вроде бы дошло до власти имущих, что нужно делать программу. Вы можете зайти на сайт, он так и называется, федеральной программой, там есть перечень. Общее их количество 38 программ. В разных сферах, в социальных сферах, в экономике и так далее. Вот, я периодически отслеживаю. Понятно, там была программа строительства тюрем, но без этого же ни любого общества не можно, и так ведь. Была программа станкостроения, правда, что-то их свернули. Ну, во всяком случае, вот эту цифру вы ухватили, да, 38 программ. Вот Российская Федерация, которая соревнуется сейчас, не просто конкурирует, и заточенная борьба уже дошла до военных столкновений. 38 программ. Вопрос на засыпку. Сколько программ в Соединенных Штатах Америки? Ну, вот в этой монографии, я даю ответ, наши ученые, которые следовали федеральную контрактную систему, дают цифру более 2000 программ. Ну, вот поставьте на коны, 38-2000, ну, кто впереди? Причем, из-за этих 38 я не могу сказать, сколько полностью финансировано, финансируется, и насколько они финансируются, как они взаимоувязаны с этим другим. Так вот, эти 2000 программ, они все профинансированы, они взаимоувязаны между собой. Два примера. Программа «Аполлона», это историческая программа, она рассчитана была на 10 лет, в ней было завязано 12 тысяч подрядчиков и субподрядчиков. Это не физических лиц, это компаний. Представляете, какое количество? То есть, на соте тысяч человек, и был разработан по часовой плану выпуска продукции. По часовой. Это пример, достойный подражания. Или возьмем, вот я с чем сталкивался по жизни, когда жил в Великом Новгороде, работал в финансовой сфере, имел отношения с производственными. В Великом Новгороде много предприятий, электронной промышленности. Было когда-то, сейчас, сказать, большая часть разрушена. Вот чем сталкивался. В 90-е годы мода пошла. Конверсия военного производства. Конверсия – это перевод с выпуска военной продукции на гражданские. Как происходило в России. Я бы тогда с Бирбанком имел отношение, сказать, поэтому. Вот военное предприятие. Оно выпускало, скажем, квант. Там выпускало военную продукцию в новгородском. И телевизоры, может, кто-то застал садком. Сейчас это уже ничего нет, оно еще, слава, уже было. Вот были военные заказы. Под военные заказы, что значит, государственный заказ. Выключается договор, и как бы предприятию гарантируют свою оплату. Как происходила конверсия в нас стране? Делали одно действие. Обрубали оплату военного государственного заказа. Ну, вот представляете, вы выключили договор с кем-то, да? Вы должны выполнить работу. Вам выключают, я вам заплачу. Вы под это делаете? Ну, государство – это стопроцентная гарантия вроде как. Предприятие под эти государственные заказы военные, что здесь? Кредиты в банках. Так ведь? А им обрубили оборот. А что банки делают? Заработать имущество. Конечно, ну если коротко, да. Ну, через суд. Нет, понятное дело, кредиты выдаются под залог имущества, прежде всего, предприятия. А там две вещи. Суд подает, суд, естественно, принимает решение в пользу банка. Дальше выставляется к счетам требования ко всем, арест на имущество. То есть предприятие ставится мгновенно, вот одним действием на колене, все, дальше банкротство. Нет предприятия. Пример. Как в рамках государственных программ происходили процессы конверсии в другой стране, капиталистической Союзной Штатой Америки. Значит, понятное дело, что полностью оплата государственного заказа военного, того предприятия, которое входило в программу конверсии. Более того, там масса. Но если конверсия, надо переобучать персонал. Переквалифицировать надо. Значит, государство оплачивало финансирование, переобучение, переквалифицирование персонала. Если этот персонал переезжал в другой город, на другое предприятие, значит, в рамках конверсии, оплата, переезда в другие города и много-много другого-другого. То есть вот отличие, образно говоря, умных капиталистов и не очень умных. Ну, на самом деле, не шибко, но сравнение США и РФ, тем более 90-х годов. Нет, почему? Это цифры сегодняшние. Ну, Аполлон явно не сегодняшний конверсию, вы в 90-х приводите. Давайте мы уберем это дело. Вот цифры, которые на сегодняшний день 38. Я продолжу не шибко, корректно сравнивать. Ну, они себя представляют, нашли кого сравнивать. С Китаем сравнивать США. А это где-нибудь с чем-нибудь пожиже. Нет, смотрите. Китаем нам нельзя сравнивать. Китай – это другая страна, другая система. Понимаете? Мы должны сравнить себя с капиталистическими странами. И брать пример с них. Со своего уровня. А в чем польза такого страны? Почему пускаться на уровень? А здесь дело-то не в количественном уровне, а здесь в подходе. То есть я еще раз подтверждаю, акцентирую внимание. То есть капитализм во всем мире, той части мира, которая осталась капиталистической, перерос 100 лет назад в стадию монополистического капитализма. Соответственно, методы регулирования экономики уже как минимум 100 лет после войны и Второй мировой точно государство монополистическое. Поддержка малого бизнеса – это мантра не только в России, она и везде по всему миру. И в США тоже. Поддержка малого бизнеса, поддержка малого бизнеса. Ну, выглядит так, как будто они действительно поверили в то, что капитализм развивается дальше, туда, куда им не надо. В таком случае, что надо делать? Надо его немножко каждый раз, чтобы он дальше развивался и возвращался. Нет, это другая проблема. А это немножко развивать частный бизнес, то есть взращивать то, что должно отмелеть и конкуренции. Это другая проблема сейчас. И вот давайте мы закончим с этой. То есть вот две капиталистические страны, мы можем другие взять страны. Просто показательно. Они все находятся, все страны, которые в рамках капиталистической части мира, они находятся в стадии какой? Моноколистической. Так ведь? Другое дело, там есть жесткое, ну не жесткое, а разделение труда. Вот здесь вот империалисты, хищники и остальной мир, в который они грабят. Я о другом хочу сказать, что вот если капиталисты, которые соответствуют своему понятию, да, и понимают, в какой они стадии находятся, какие методы регулирования должны использовать. Ну, надо вот эти методы использовать. Вот. 30 лет вот у нас используют другие, пытаются. И эти методы, они вот направлены куда? Ну, к разрушению производства, другого здесь не будет. Ну, вот и очень простой вывод из того, что я хочу сказать. Давайте перейдем к вопросам Ато Соло. Почему в марксизме приравнивается труд рабочего и труд ученого? Почему нет понятия болезности и труда для общества? Значит, в марксизме труд рабочего не приравнивается к деятельности ученого. Вот я еще раз вернусь к началу своей лекции. Вот на чем покоится марксизм? Вот ее фундаментальные положения. То, что сфера материального производства определяет все. И отсюда понятие, базовое понятие производительного труда. Как труд, непосредственным результатом которого является вещь. Есть два критерия. Вещь и непосредственная. Вот что касается деятельности ученых, врачей, учителей. Вот я даже спорить не буду. Это не просто важно. Это очень важная, нужная и полезная деятельность. Но она не является производительным трудом. И приравнивать нельзя. Вопрос от Алексея Гафанова. Почему КАП «Экономика» не предполагает единого плана, если сейчас любая из существующих корпораций дает планы для использования между отраслями и обосновывает при государственной перспективе действия? Потому что единый план предполагает единую собственность, то есть общественную собственность на средства производства. В рамках капитализма частная собственность. Пускай там это уже не скопишься, так сказать, огромное количество мелких товаропроизводителей или мелких капиталистов, а крупные монополии. Все равно между ними тоже есть конкуренция. И никакого плана уже в рамках частной собственности, в рамках всего общества, в принципе, быть не может. Получается, что услуги могут в большей степени вытеснить производство? Что тогда будет? Значит, еще раз вернемся к тому, что мы говорили час назад. Вот есть общее направление развития. И мы видим, вроде как по статистике, если по верхам пройдемся, что доля услуг ВВП все время растет, растет и растет. Это факт. Я с ним не спорю, никто с ним не спорит. Просто из этого факта можно, этот факт можно как-то трактовать или как пытаются трактовать некоторые. Но раз сфера услуг растет, то производство нам не нужно. Давайте его выкинем. И то, что у нас в стране делают, и то, что, так называемый, либерального толка экономисты предлагают, а на самом деле надо вывод другой сделать, что сфера услуг, вот в той стране, где, так сказать, максимальная сфера услуг по отношению к другую, какой вывод? Что просто производство настолько развито, настолько производительно, что оно позволяет содержать все большую и большую сферу услуг. Как расшифровать термин Сенат, он же Федеральное Собрание? Просьба объяснить, кто, кого и куда избирал это собрание? Так я, еще раз вопрос. Термин Сенат, как расшифровать? Термин Сенат? Да. Какой? Он же Федеральное Собрание. Верхняя Палата. Да, совершенно верно, вот отвечает на вопрос. Верхняя Палата, Парламент нашего. Кто, кто из них избирал это собрание? Ну, там как бы от территории, так сказать, формально избирают. Да, от тех у нас, насколько у нас сейчас субъект, от субъекта Федерации. Ну, это остальное было не во всем. Давайте, у вас вопрос. Да, Виктор Иванович, вот в одном вашем эпизоде лекции вы сказали, то, что, значит, в СССР был социализм, да? Ну, это следовало. До известного периода. Да. Я поправился. Вот, просто споры в интернете все еще идут, прямо вот копья ломаются насчет этого вопроса. Все-таки вот, как, по каким признакам вы определяете, что вот там, в этих годах социализм все-таки был? Вот, какой отец? Значит, давайте так вот, используем те понятия, которые мы изучили. Вот, коммунистическая, общественно-экономическая формация. Есть базис, есть настройка. То есть, здесь любой общественно-экономической формации соответствуют определенные производственные отношения и политические. Значит, как начинается коммунизм? Что сначала рабочий класс берет власть в свои руки и устанавливает диктатуру пролетариата на форме советской власти. Но пока оставим это важное уточнение Александра Сергеевича Казенова. В экономике, вот в 17-м году, 25 октября по старому стилю, 7 октября по новому, рабочий класс сверх власть буржуазии и установил советскую власть, диктатуру пролетариата. Это сфера политической надстройки. А в экономике? Все осталось таким. Ну, пока по-прежнему-то. Если брать конкретно Россию, там был капитализм и огромные остатки еще мелкотоварного производства, которое численно преобладало. И после того, когда рабочий класс устанавливает свою диктатуру, а любая власть – это власть. Это что? Диктатура настройщего класса. Это же понятно, это азы марксизма. Начинается строительство коммунизма. А в коммунизме что? Вот в экономике. Вот еще 8 ноября на утро никакого коммунизма не было в экономике. Никаких отношений коммунистических. Был капиталистический уклад, мелкотоварный. Ну, и для России еще были два характерные, патриархальные и так далее. Но основные – вот эти два. Установив свою власть, рабочий класс проводит национализацию земли. В России в 18-м году, в начале 18-го года была национализирована, то есть обращена в общественную собственность, государственную собственность, часть средств производства только капиталистические, решающая часть, наиболее крупные и важнейшие для экономики предприятия. И таким образом образовался государственный уклад, коммунистический уклад. Ну, я бы его не назвал коммунистическим еще. Потому что эти предприятия, они функционировали еще в рамках капиталистических отношений, то есть работали на прибыль и так далее. Поэтому дальше эти предприятия должны быть объединены единым планом. Так? У нас первый план когда был? Ура. Ура. И непросто. И этого недостаточно. Потому что у некоторых, скажем, следователей, экономистов это достаточно. Это у нас светило. Мы взяли, так сказать, вот государство взяло, так сказать, национализировало часть средств производства. Вот планы едины, все хорошо. Нет. Должна быть экономическая основа изменена. Экономическая основа, вот та теоретическая основа, то есть вместо стоимости, на которой базируется товарная производство, соответственно, капиталистическое производство, должна быть потребительная стоимость. То есть вот о чем я настоятельно рекомендую, здесь вот все расписал, обосновал Василий Яковлевич Ельмиев. В практическом плане, это вот теория, в практическом плане, значит, предприятия, государственные, так сказать, общественные собственности уже, объединенные единым планом, должны функционировать в соответствии с целью социалистического производства. И все экономические методы, показатели, стимулирование, планирование должны поменять на показатели, соответствующие этой цели. И это было сделано у нас, где-то в середине 30-х годов, в тяжелейшей борьбе. В условиях нет. Нет здесь ни при чем. Это было сделано в условиях, так сказать, борьбы внутри партийной борьбы с товарищем Сталином, своим соратником, против Троцкого и прочих. И тогда главными показателями, вместо прибыли было снижение себестоимости. Вот давайте остановимся на этих двух показателях. Они вроде бы как показатели, да, на самом деле. Вот что такое прибыль? Будьте добры, прибыль мы рассмотрели, благодаря вам. Вы правильно сказали, не-не-не-не, вы правильно сказали, дали понятие прибыли. Вот прибыль на поверхности явления, это что такое прибыль, а с того прибывать, да? Вот сделаем для предприятия, вот там капиталистического предприятия прибыль, да? Ориентир сейчас. Чем больше прибыль, тем лучше. По своей экономическому понятию, вот Марс здесь раскрыл, в третьем томе капитали, прибыль, это что такое, вы правильно сказали? Превращенная форма прибавочной стоимости. Значит, ухватываем из этого дела, чтобы не потерять нить, это часть прибавочной стоимости, так? Прибыль. А прибавочная стоимость, это что такое? Неоплачение труда рабочих. Вот, это часть труда наемных рабочих, которая безвозмездно присваивается капиталистам. И вот она, развилочка. То есть для кого прибыль? Это прибыль. Для кого-то? karbabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababa поэтому вот так получается поэтому вот в середине тридцатых годов было великое дело сделано товарищем сталином со своими соратниками в борьбе с Троцким и прочим когда вот поменяли вот эту экономику конкретные вещи не те теории а то что выражается в конкретных отношениях между предприятиями рабочими и так далее на голову поставить наоборот перевернули все то есть прибыль выкинули поскольку даже в социалистическом обществе если сделать главным показателем прибыль то это чтобы для кого-то прибыль да потом выясняется для кого-то для управленцев для рабочих и еще прочих которые там в седе отношениях для рабочих это убыль потом в 65 году когда все поменяли и все покатилось и рабочие это почувствовали так вот возвращаемся все поменяли геометриозным снижение себестоимости сделали снижение затрат труда а снижение затрат труда это кому на пользу идет ну во первых самим рабочие там раз а во вторых кому идет всем остальным которые в этой связочке и благодаря труду рабочих и учителям и врачам и ученым и тогда этого подобного чем снижение затрат труда и как тогда действовала система вот снизить и вместо показателя стоимости нету стоимости уже не было издержек производства себестоимость вели это показатель социалистической экономики снижение причем не увеличение снижение себестоимости вот дружника поработали все на заводе сейчас внедрили новую технику нового организации производства в результате снизили себестоимость себестоимость это часть плановой цены к себестоимости добавляется надбавка оптовая надбавка боженочная и так далее если снизилась себестоимость продукции значит есть основная возможность экономическая возможность не какая-то там волонтаристка снизить оптовую цену на товары соответственно розничную цену вот как и я попытался в таком наиболее обобщенной простой форме значит снижение себестоимости сделали главным показателем и когда вся экономика на него ориентируется есть экономическая возможность снижать цены а снижение розничных цен кому на пользу идет социалистическом обществе вот вы всем совершенно верно и рабочим в том числе я там не буду дальше углубляться и была система общественного стимулирования и коллективного и скажем так личного и так далее вот это было сделано ну а затем я сейчас это конечно я еще не такой это как бы мы углубились и вот как идет дальше сначала строится социализма то есть есть многоукладная экономика после семнадцатого года когда в восемнадцатом году был образован коммунистический уклад так объединен единым планом ушла борьба между вот этим новым только что рожденным развивающимся коммунистическим укладом уклад эта часть экономики который соответствует какому-то типу отношений а на другом полюсе старые уклады какие капиталистические мелкотоварные и только ко второй половине тридцатых годов коммунистический уклад можно сказать в целом вытеснил прежние старые капиталистические уклады и вот тогда мы можем сказать что сссс стала социалистической страной то есть если по политической власти можно сказать это было в семнадцатом году то в экономике только середине тридцатых годов и сколько продолжался социализм у нас до шесть первого года когда произошел контрреволюционный переворот и власть рабочий класс потерял и уже скажем было ну если либо диктатура пролетариата либо диктатура буржуазии некоторые говорят ну не было покажите нам вот конкретных капиталистов и так далее они которые юридически оформили права и свои притязания на куски бывшей общественной собственности ну это произошло до 90-е годы а вот энгельс в антидюнинге привел такое понятие как совокупный капиталист был совокупный капиталист и пошло разрушение социалистической экономики и вот главнейший удар сильнейший был конечно реформа 65 года когда все то что было сделано при стали выкинули себестоимость выкинули да главное какой показатель прибыль и рентабельность и воловая продукция а что такое стоимостной продукции в рублях не в конкретных товаров в рублях и пошел с этого момента переходный период уже обратный а переходный период это уже не социализм это тот переходный период от социализма капитализма который закончился завершился формированием капиталистической отношения как целого уже и конкретные лица уже оформили юридически юридически это отражение экономических отношений свои притязания на куски бывшей общественной собственности вот они появился класс уже полноценный полновесный класс капиталистов ну но вот все таки вот вторая половина тридцатых сороковые пятидесятые деньги же есть значит какие деньги денег не было хороший вопрос были не было денег еще мы возвращаемся по названию были деньги даже по названию и не были значит давайте так деньги это категория товарного производства так вот если вы откроете капитал это будет следующая глава после товара что такое деньги понятия денег это товар выполняющий роль всеобщий эквивалент это товар и настоящие деньги товар а товар это вещь правильно настоящие деньги то что в силу исторического развития эта функция играть роли выполнять роль свою общую коллекцию закрепилась за торгоценными металлами опять же золото дальше ведь капитализм тоже развивающийся способ производства на месте не стоит на место денег стали кто заменители денег знаки стоят бумажные деньги на сайте деньги нет бумажные деньги которые в карманах еще есть это не деньги это знаки денег прицел их представители настоящие деньги кстати они никуда не ездят некоторые говорят все нету этих денег куда там они под семи печатей под охраной настоящие деньги то есть золото центральных банках и больше всего количество золота в какой стране конечно россии там есть она там на каком-то месте а сейчас как в обиходе в обращении заменители этих денег и дальше если мы просили мы эту историю то на место уже бумажных денег стали записи на счетах банковских то есть уже появился безналичный вроде тогда и там появились всякие суррогаты денег и прочее прочее это уже отдельный разговор что касается социалистической экономики ну социалистическая экономика она по своему понятию она геометрально противоположное товарному производству и в истории в теории получила название непосредственно общественное производство ну давайте так вот посмотрим геометрально противоположное значит там какие категории товар деньги да стоимость весь этого ничего нет начни товар а непосредственно общественный продукт то есть товар это вечно продукт предназначен для обмена а непосредственно общественный продукт цель социалистического производства какая обеспечение полного благосостояния всесторонней свободы развития всех членов общества вот непосредственно общественный продукт это экономическая форма того что производится на социалистических предприятиях и деньги они не деньги какие в товарном производстве расчетные чуки то есть социалистической экономики произвели вот такое-то количество продуктов на них потратили такое-то количество труда столько сэкономили вот в этой части можно снизить цены а затратили такое-то количество труда рабочих очень вот выпустили бумажки которые называются расчетные чеки на эту сумму затратили труда и всем раздали в соответствии с тем как он трудится то есть по своим стеке это расчетные чеки это же не деньги не золото да ладно да совершенно это бумажки которые выражают отражают затраченную долю каждого конкретного человека или его коллектива в общем совокупных затратах труда то есть выпустили на столько там миллионов миллиардов человек и часов вот столько денег и вот столько продуктов в магазинах должно быть пришел с чеками отдал чеки то есть по своей сути то что называлось и сейчас называется деньгами при сессоризме были не деньги это демистральные противоположные понятия а как же товары народного производства потребление товар народного потребления вот есть форма по названию много чего было вы знаете что были капиталовложения ну вот были капиталовложения и товары народного потребления я там просто не думай меня иногда подлавливают и вы можете меня подловить и иногда говорю когда рассказывал социализм деньги просто да нет конечно не товары были народного потребления экономическая форма продуктов которые производились для потребления называться непосредственно общественный продукт если быть точной политико-экономический товарной экономики товар капиталистической экономики товар социалистической непосредственно общественный продукт но ведь я же приходил в магазин и покупал то что хотел не покупали вы выдавали выдавали кстати в то время когда были вы и когда я был мы уже начали наверно покупали не 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 нет и вот в то время когда мы с вами наверно уже уже покупали уже добыл товар я родился в 59 году это я не ходил в магазин если подлавливать то вы говорите переходный период от социализма это уже не социализм с семнадцатого года был переходный период от капитализма это будущего капитализма в экономике конечно а потому что другие законы законы как говорится вот смотрите еще раз давайте так вот непосредственно общественное производство да или социализм это вот такая единая монополия которые трудятся сказать работы на благо всего общества после того когда был совершен контролюционный переворот это сферополитической настройки то есть уже не все общество то есть уже не рабочий класс в руле оставил этой экономики а что-то или не из другого вот понятие совокупной капитали если они действуют но мне кажется соответствует а кто был конкретный представитель вот это представители аппарата партийного государственного там прочее которые этим занимались но это уже часть общества это не социализм и я полагаю что вся экономика еще по внешней форме был пятилетний план там всякие кричали здравиться в честь скажем там ленина ленинизма и все прочее коммунизм вперед коммунизм но экономика уже стала работать не на нужное всего общество часть общества прежде всего вот а с этого пошел момент переходный период то есть другое направление поэтому здесь аналогию наверно нельзя проводить скажите вот как вы думаете система производственных заказов но может кто не помнит там было такое что заказываешь на производстве какие-то вещи ну как не вещи продукты которым не купить был магазинах или может получше качество вот это можно купить на производстве что-то нагрузку давалось какой-то пакет мне не давался вот это не было попытка уйти от товарного распределения от магазинов труб системы вот если брать капиталистическую экономику то в ней присутствует на высшей стадии капитализма система государственных и прочих заказов это более развитая более современная более передовая форма экономическая чем работа на свободу неизвестный рынок это однозначно ну представьте одно дело тут вы произвели что-то выше на улице и купите пожалуйста купить не купить неизвестно не купит разоречу заказ это более скатерин и более стабильный что касается социалистической экономики но она вся плановая была называлась заказа как одна из форм опробированных наверно сказать входило в систему государственного планирования скорее всего а это работа на заказе а банки были у нас и они выполняли роль какую банки были по названию банку конечно ведь обратите внимание ведь банк скажем в товар на в капиталистической экономике да это капиталистическое предприятие функции которых аккумулировать временно свободно денежные средства капиталистов и населения и предоставлять нуждающимся капиталистам при этом за это что они берут плату определенная называется банковский процент который является частью прибыли если туда копнуть это часть прибавочной стоимости а вспомним вот при социализме вообще там вот эти по названию капиталовложения государственные вроде как капитал да капитал должен приносить прибыль они были беспроцентные бессрочные то есть они выполняли они выполняли функцию вот собрали временно свободно вот эти самые расчетные чеки и перераспределили куда нужно как посчитало общество такая модель у нас существует ну почему можно посмотреть как бы скопировать в капиталистической экономике нельзя и вот перед китайской народной республикой колоссальная проблема стоит там сейчас в экономике переходный период где борются чем если коротко сказать смысл переходного периода от капитализма к социализму это борьба кто кого ленин прекрасно такие крылатые фразы кто кого либо коммунизм заражен так сказать уже рожденный развивающийся победить капитализм и переведем полностью коммунизм либо что капитализм одолеет коммунизм идет вот не будет возврат капитализм вот чем характеризуется экономика китайской народной республики за самой борьбой кто кого и я смотрю скажем так вот читают те документы которые принимаются на партийных съездах пока сказать однозначно что есть четкое понимание у коммунистической партии китайского руководства вот какой есть скажем выработалась сейчас у нас на основании опыта ссср там пока нет поэтому надо быть внимательным и скажем так чем это можно помогать а а а а а